Недавно я заметил, что у нашего канала так и не появилась эпиграфа. То ли я его искал недостаточно усердно, то ли не нашлось пока подходящего высказывания, но вот этот отрывок из выступления Владимира Путина вполне мог бы стать эпиграфом для любого более или менее свободного медиа в России, для тех медиа, которые хоть сколько-нибудь критично подходят к происходящему в стране. Я глубоко убежден в том, что у нас не может быть абсолютно никакого развития, и страна не будет иметь никакого будущего, если мы поддаем гражданские свободы и прессу. Вот это просто мое глубочайшее убеждение, потому что это важнейший на самом деле институт, который гарантирует государство отскатывание в трясину тоталитаризм. Мы жили уже в строях тоталитарной системы, и как бы она не приспосабливалась к внешнему миру, ничего не получалось в сфере экономики. Но таким важнейшим инструментом, который гарантирует дары общества, является свободная пресса. Главной датой прошедшей недели, ну, конечно же, помимо годовщины присоединения Крыма, стал юбилей любимого руководителя. 20 марта радио Хабирову исполнилось 60 лет. Вопреки ожиданиям почтенной публики, в этот день не случилось ни авиационного парада, ни маломальского фестиваля на Советской площади. Все было скромно, тихо, если не сказать аскетично. Первую половину своего дня рождения ради Хабиров провел в парке «Патриот», предварив этот визит угрозой показать, что значит быть патриотом. Это была цитата. Вдоволь продемонстрировав школьникам свой вселенский патриотизм, Хабиров укрылся в кругу семьи и ближайших соратников, печально распевая отборный элитный самогон, к которому пристрастился в последние годы. Вопреки обыкновению, к 60-летию губернатора его не почтили из Кремля ни орденом, ни медалькой, ни даже потешной сабелькой или хотя бы телеграммой поздравления от Владимира Путина. Ради Хабаритович так и не дождался этой телеграммы и, будя она существовать, наверное, нам бы об этом раструбили все башкирские СМИ. Но, увы, даже телеграммки не последовало. Надо отдельно заметить, что к своему 60-летию Хабиров дал большое интервью башкирскому спутниковому телевидению. И разбор этого интервью, подробный и детальный, мы дадим на нашем канале 25 марта. Не пропустите! По свидетельствам очевидцев, в Уфу вернулся азат солдат Барданов. Он был замечен шарахающимся по коридорам правительства республики Башкортостан в минувшую среду 20 марта. Собственно, зону СВО и военную службу на складах гуманитарной помощи отважный воин покинул несколько ранее и какое-то время тусил в Москве, рассказывая о том, какой высочайший пост его ждет в республике Башкортостан. Но поняв, что администрация президента Российской Федерации не спешит утвердить его главой администрации Хабирова, азат солдат печально поспешил вернуться на малую родину, опасаясь и обоснованно опасаясь, что может вообще остаться без сколько-нибудь значимой должности. Собеседники Бадранова сообщают, что прежде чем восстановиться на государственной службе, утомленный воин намерен пройти полную реабилитацию в клиниках и санаториях республики Башкортостан. Как это ни парадоксально, но возвращение со специальной военной операции ближайшего сподвижника может сыграть с Хабировым злую шутку. Эксперты полагают, что излишне триумфальное возвращение Барданова из зоны СВО на государственную службу может вызвать вопросы, гнев и даже возмущение у тысяч мобилизованных, остающихся бессрочно в окопах. Ну и естественно вызовет вопросы у членов семьи, тех, кто остается на СВО бессрочно и, как говорится, до завершения полной победы. А вот этот вот кладовщик Барданов благополучно возвращается сытый, располневший, да еще и на прекрасную государственную. В последние два года в Башкирии стремительно уменьшается количество медиаресурсов, хоть сколько-нибудь реально освещающих текущие трагические события в регионе и в стране. Еще вчера интересные ресурсы неожиданно превращаются в нелепые сборники кулинарных рецептов и советов всяческих шарлатанов, гадалок в перемешку с прошлогодними гороскопами. Если вы заинтересованы в регулярном получении объективной и независимой информации, обязательно поддерживайте наш канал «Открытая политика» материально. Нам важна и нужна любая ваша посильная помощь, и мы заранее благодарны за нее. А помочь нашему каналу можно единственно доступным способом, перечислив посильную для вас сумму на расчетный счет, который мы вам показываем, и который вы можете найти в описании под каждым нашим видео на нашем видеоканале. На прошедшей неделе из СИЗО выпустили бывшую пиарщицу Хабирова Елену Прочаковскую. Напомню, она сидела уже больше двух месяцев в СИЗО города Красногорска, и вот ее выпустили, но не на свободу с чистой совестью, а под домашний арест до, как говорится, решения суда. Судя по всему, Елена Анатольевна обрела все-таки какую-то недвижимость в личное пользование, потому что иначе под домашний арест не отпускают. Ее заключили под стражу, в принципе, только потому, что у нее не было реально никакой прописки, нигде никакого жилья не было. Она такая бессеребряница, что все, как говорится, раздавала родственникам. Собственно, судьба Прочаковской определена окончательно, и обсуждать тут особенно нечего. Она в ближайшее время получит какое-то обвинительное заключение по уголовной статье, не думаю, что оно будет связано с лишением свободы, вероятнее всего, ей выпишут какой-то условный срок, и вкупе с этим она, естественно, получит запрет на государственную службу. Это самое главное. Собственно, главное, чего лишается Прочаковская в этой нелепой и идиотской истории, которая с ней приключилась. Ну, а, как говорится, другим будет урок, что нужно вовремя подчищать хвосты и старые грешки не забывать. Впрочем, возможно, что средства, приобретенные Еленой Прочаковской за годы тяжкого труда в Республике Башкортостан, позволят ей открыть где-нибудь в Красногорске, ну, например, восьмиэтажный магазинчик, шторы и занавески от Елены Прочаковской. Почему бы и нет? Вполне логично возвращаться к своему прежнему занятию. К слову сказать, тут некоторые медийные личности выступали в защиту Елены Прочаковской, и, дескать, вы ее там все бросили, она несчастная, обиженная. Ну, во-первых, ей не ноги трамваем отрезало, чтобы ее жалеть. Это я напоминаю Азамату Саитову, который там со слезами в голосе писал какие-то, значит, понегрики в адрес Прочаковской. Да и потом, Азамат, ну какая она тебе коллега? Она едва-едва закончила пединститут, и никакого жорфака не заканчивала, так что никакая она тебе не коллега. Азамат, окстись и, как говорится, успокойся. По моим многолетним наблюдениям, наш канал смотрит очень большое количество людей, на него почему-то не подписанных. Но я не понимаю, почему, и потому в очередной раз призываю вас, смотрящих нас, но не подписанных на канал, подпишитесь. Это, по крайней мере, гарантирует то, что вы не пропустите какой-нибудь наш важный выпуск, некоторые из них выходят не по расписанию, и вы можете их пропустить. Тем более, что это абсолютно безопасно и абсолютно целесообразно. Ну, а также призываем и очень любим ваши лайки, перепосты в социальных сетях ВКонтакте, в любых других социальных сетях. Это, во-первых, подтверждение нашей нужности нашим зрителям, а во-вторых, это помощь нашему каналу, тем самым вы его продвигаете, и наши ролики увидят большее количество людей. А тем временем другой, ближайший соратник Хабирова, иноагент Мурзагулов, внезапно отказался от своих планов написания очередной книжки с разоблачением радио Хабирова и окунулся в мир кинематографа. Ростислав посетил в Киеве несколько богомерзких шабашей российской оппозиции за рубежом и, видимо, получив какие-то ассигнования, начал собирать материал для киноменты под рабочим названием «Война и мир в Украине». Судя по всему, амбиции толстовского масштаба не чужды бывшему пиарщику Хабирова. Ну, собственно, я не удивлен на самом деле, потому что Ростислав, он человек очень разносторонний, он что книжку дописать, что кино снять запросто может. Станет ли Ульянка Трегубчак исполнительницей роли Наташи Ростовой в кинематографическом творении Ростислава пока неизвестно, но ощущение того, что Хабиров в очередной раз откупился от своего потенциального разоблачителя, все усиливается. Стало известно, что в так называемом баймакском деле появились более жесткие обвинения. Теперь задержанным во время беспорядков в баймаке в январе вменяют вооруженное сопротивление силам правопорядка. А это уже не шуточная перспектива получить очень-очень длинные сроки. Следствие приравняло к оружию камни, палки и прутья, которые использовались в противостоянии с ОМОНом в баймаке. Учитывая тот факт, что в России даже пластиковый стаканчик, неосторожно брошенный в сторону росгвардейца, может быть расценен как серьезная угроза жизни и здоровью правоохранителя, перспектива вот такого переформатирования обвинения вполне себе жизненная. И тут уже не помогут слезные обращения жен этих самых задержанных к Владимиру Путину, особенно принимая во внимание то, что эти же самые жены совсем недавно за того же самого Владимира Путина и проголосовали. Ну а теперь о событиях в столице республики, в Уфе. Давненько мы не говорили про Уфу, и вот что у нас произошло значимого за минувшую неделю. Самым шоковым событием в Уфе на минувшей неделе, конечно, стало же масштабное отключение электроснабжения в Черниковке. Свет погас в ночь с 21 на 22 марта. Очевидцы утверждают, что без электрической энергии остались сотни многоквартирных домов ниже восьмиэтажки. Власти скромно упоминают цифру 40 и не больше. Ну, где тут истина, она, скорее всего, где-то рядом. Причиной называется пожар на трансформаторной подстанции по адресу улица Черниковская, дом 40. Тревожный, на самом деле, звоночек. Сети Уфы критически перегружены и изношены. И тут, как говорится, никаких ракетно-бомбовых ударов не нужно для того, чтобы городу остаться без света в какой-то один несчастный момент. А вот самым обсуждаемым событием недели для Уфы стало открытие восточного выезда. Долго его откладывали, в декабре, в январе, в феврале, но вот в конце марта все-таки удалось его открыть. Ну, как ни странно, на открытие самого грандиозного в Российской Федерации инфраструктурного объекта стоимостью 34 миллиарда рублей не приехал ни один хоть сколько-нибудь значимый федеральный чиновник. Хотя в последнее время кремлевские обитатели тяготеют к тому, чтобы фиксировать на себе любые маломальские успехи в России. Согласитесь, довольно странно, что даже по видеосвязи Владимир Путин там не уделил пару минуток, чтобы поприветствовать героических проходчиков тоннелей. И самое смешное, что в своей полемике Клебанова и Морзаева на недавней оперативке победил Клебанов. И таки будет у нас бесплатный период пользования этим восточным выездом, правда, только до 1 апреля. Как говорится, налетая рванина пока не подорожала. А еще в Уфе завершилась 13-летняя трагическая эпопея жилого комплекса Серебряный ручей. Помнится, в начале нашего канала много-много лет назад мы уделяли очень много внимания этой истории. Тут, значит, было много событий, всяких там демонстраций, митингов и так далее. И вот теперь приговором суда осуждены двое должностных лиц предприятий, входивших в холдинг застройщика Крона. Директор ООО базис Альбина Булатова она присела в колонию на 7 лет, а заместитель директора Кроны Ильнур Шафиков получил 7,5 лет колонии общего режима. Жертвами деятельности застройщика стали 830 обманутых дольщиков. На решение их проблем государство истратило более 1,7 миллиардов рублей. Впрочем, владелец холдинга Крона Рашид Багаудинов благополучно избежал наказания, прозорливо укрывшись в недружественной Германии. Ну, собственно, наверное, и его подчиненные вряд ли отсидят свои срока полностью, учитывая опыт Дмитрия Кумлева, застройщика Миловского парка, который отсидел только 2 года из 7 положенных. Так что, вот, миллиард 700 мы отдали из своего кармана, эти люди там немножко посидят в комфорте в СИЗО или в колонии и выйдут на свободу. А господин Багаудинов, конечно, из благополучной Германии калачом не заманишь на свою родину. 21 марта Центральная избирательная комиссия Российской Федерации устами Эллы Панфиловой поставила жирную точку в фарсе под названием президентские выборы в России. Элла Александровна отбыла свой последний смертельный номер, объявив, что Владимир Путин набрал 87,23% голосов. Из-за него проголосовало 76 миллионов россиян, даже если они на выборы эти и не ходили вовсе. На нашем телеграм-канале Открытая политика, на который, кстати говоря, не забудьте подписаться, мы провели опрос, верят ли в эти проценты наши подписчики и какой процент представляется им наиболее правдоподобным. В опросе поучаствовало более двух тысяч человек. И вот смотрите, какие результаты. 68% опрошенных считают, что Путин не мог бы набрать даже более 50%. 11% наших опрошенных упорото верят Элию Панфиловой и считают, что Путин набрал вот эти свои 87%. Ну и оставшийся 21% верят в результат Путина где-то в диапазоне 60-80%. К слову сказать, российская пропаганда тоже изрядно запуталась в своем восприятии случившегося. Например, пресловутый ВЦИОМ Невпопад опубликовал данные о том, что только 83% россиян поверили в честность выборов. Ну позвольте, а как же Элочкина 87% тогда? Совершенно непонятно. Но так или иначе, Владимир Путин пошел на свой пятый президентский срок. Нам остается только надеяться, что он будет последним, а еще надеяться на некое УДО, как говорится, условно-досрочное освобождение от полномочий. Продолжение следует...